Мы поднимаемся? Нет, наоборот, мы опускаемся. Хуже, мистер Сайрос. Мы падаем. Ради бога, выбрасывайте балласт. Вот последний мешок. Шар поднимается? Нет. Я слышу плеск волн. Под нами море. Оно должно быть от нас в пятистах футах. Выбрасывайте все, что только можно. Не жалейте ничего. Бросайте скорее, иначе мы погибнем. Крики эти раздавались в воздухе над безбрежной пустыней Тихого океана около четырех часов дня 23 марта 1865 года. Вероятно, все еще помнят страшный северо-восточный ураган, разразившийся в этом году во время равноденствия, когда барометр упал до 710 миллиметров. Ураган продолжался, не утихая, с 18 до 26 марта. Он охватил территорию шириной 1800 миль между 35-й параллелью северной широты и 40-й южной параллелью. Причиненные им разрушения в Азии, Европе и в Америке, где, собственно, он и начался, на экваторе были огромны. Многие города превратились в груда развалин. Вместо зеленеющих лесов образовались беспорядочные кучи вырванных с корнями деревьев. Реки вышли из берегов и затопили окрестности. Сотни судов были выброшены на берег. Тысячи людей, убитых, покалеченных или утонувших. Вот что оставил на память о себе этот страшный ураган. По своим ужасным последствиям он превосходил те бури, которые уничтожили Гавану 25 октября 1810 года и Гваделупу 26 июня 1825 года. В то время, когда одна за другой происходили катастрофы на суше и на море, не менее ужасная драма разыгрывалась и в воздухе. Воздушный шар, подхваченный ураганом, летел со скоростью 90 миль, 46 метров в секунду и 166 километров в час. В час, вращаясь в бешеном вихре, как если бы он попал в середину воздушного водоворота. Внизу, под воздушным шаром, прикрепленная к охватывающей его веревочной сетке, качалась корзина с пятью пассажирами, едва видимыми среди густых облаков, пропитанных парами тумана и мелкими, как пыль, брызгами воды, долетавшими с бушующей поверхности океана.